Ну сейчас, собственно, слово Владимиру Жириновскому он расскажет яснее всех. У меня тенечью забрали, 300 тысяч. Сейчас в Китае, сюда где спать. Еду в Питер сейчас к друзьям. С вами хотел давно познакомиться. В свое время я занимался немножко политикой. Но я вижу у вас хоризм. Не мешай людям, пусть подходят. Не перекрывайте людей. Отойдите все. Охранники весят в сбро. Если не мешал говорить, встали из бреда поломеняться. Единственное, что могу сказать. Видит, работает как видит. Владимир Владимирович. Где твоя Чернышев? Единственное, что могу сказать. Ты меня убери. Я пришел с людьми говорить. Владимир Владимирович. Это в стояках это поломеняли. Это охрана и прочее. Все, что Господь нас ввел. Вы не надо сейчас про Господь. Я, я монах. Вот вы, вы монах. Вот что, ваше отношение, так сказать, отношение. Рыжов, работай. Джон перекрылся кай. Глаза у тебя есть? Придурок. Вот он своей спиной все перекрыл. Ты стоишь, ничего не соображай. Потому что страна придурков. Понимаете? Ну, понимаю. Коммунисты. И демократы. Мозги все у всех выбили. Все полупьяные. С наркотиками. С фальшивыми долларами. Вот отсюда и бардак. Отсюда бардак. Что предлагаете? Я плачу 50, 100 тысяч, все равно дурак на дураке. Что предлагаете? Зачистить страну нужно. Вот этого дня не южно. Нужен диктатор. Диктатор. Иван Грозный нужен. Вот я готов работать. Но это не Сталин нужен. Вот я готов работать. Это первый Сталин всю нам все испортил. Вот я готов работать. Он наводил. Ну, как говорится, в своем жанре Владимир Вольфович выступает. Ярко-эмоциональная встреча с народом. Проходит она сейчас, судя по кадрам, непосредственно внутри Казанского вокзала. Ну, вот мы видели в прямом эфире, как Владимир Вольфович непосредственно обострился, буквально обозлился на свою охрану, что мешает общаться с народом.